Пар изо рта и патриотический рэп. В зале клуба холодно и нет аншлага. Выступающие Анатолий и Виталий – одни из тысячи заключенных колоний строгого режима. Они не попали сюда случайно, но так же, как и любой на зоне, хотят перейти в свободное пространство. Чего не хватает здесь? Чего не хватает? Самая большая свобода. Вот свободы родных и близких, и жен. Мне не хватает самой большей жены моей. Самое главное здесь, чтобы каждый понял, почему он здесь, и чтобы сюда больше не попадали. Самое главное, чтобы не просто здесь пребывать и сидеть. Главное, чтобы задуматься о жизни и что-то в себе поменять. Первое, что спрашивают заключенные у посетителей – как там на свободе. Чтобы не рассказывать каждому по отдельности, одесские художники и музыканты создали свободное пространство в тюрьме. Как бы парадоксально это ни звучало. Изначально творческая делегация состояла из 15 человек. Но души пяти тонких натур не выдержали психологического гнета и отказались от участия в тюремном концерте. Организаторы свободного пространства приурочили акцию к Международному дню борьбы со СПИДом. В формате открытого общения мероприятие проходит впервые. Начал я это где-то с 2002 года, еще сам, находясь в местах решения свободы, изнутри начал. Сам. И продолжаю это делать. Нести людям некое понимание искусства и посредством искусства свободы. Неэстетический зал украсила своими любимыми картинами художница Виктория Грозевчак. Среди заключенных нашлись поклонники искусства. Зал тюремного клуба превратился в выставочный комплекс всего на несколько часов. Люди должны не только перебыть здесь положенное время, они должны продолжать развиваться и творчески, и получать информацию. То есть не останавливаться в развитии, а, собственно, чем мы и занимаемся. Приходим, делимся, меняемся опытом. Хоть пришло и не так много людей, но психолог колонии отметил, что мероприятие поможет легче отбывать наказание. Несколькочасовое свободное пространство поможет ощущать себя незабытыми. Для них, в первую очередь, это внимание общества, потому что человек выходит на свободу, и он никому абсолютно не нужен. Если, тем более, родственники у социальной связи утрачены, то внимание общества – это в первую очередь. Организаторы акции считают, что свобода и тюрьма – это внутреннее состояние. У каждого заключенного всегда есть возможность исправиться. И это можно сделать как за решеткой, так и за ее пределами. Ольга Китик, Александр Нелупов, Думская ТВ.